куда ты где еще задохнусь так часто дышать ты где башка начинает кружиться так для такого частого дыхания ты где-то где а вот где да я последний раз столько белок бегал лет лет 12 назад в четвертом в пятом классе подожди у меня шло барак часу паду ты чё так далеко ты забежала ты чё здесь делаешь я здесь ищу по всему городу ты чё здесь делаешь что за эх из-за чего грустно одиноко почему одиноко я же к тебе сюда пришел просто невозможно и невыносимо ты чё фигней страдаешь смысле невыносимо я тебе чё сделал и какое плохое зло а причем 10 молодой человек хорошо тогда скажи мне кто тебе кроме меня сделал плохое зло кто-то из подписчиков я знаю от походу те кто до сих пор на канал не подписаны обидели катю да вот не нажали на ту самую кнопку красную чтобы она серой стала я первый театр это все из-за этого я просто уверен да ну кстати из-за этого тоже частично но нет нет не из-за этого не обижайте пожалуйста катю скажи пожалуйста вот напрямую скажи мне кто тебя обидел я с ним разберусь вот прямо сейчас ладно это ты меня обидел смысле я тебя белый ты только что сказала то что это не я тебя обидел ну как бы не ты ну косвенно ты потому что знаешь что это ты филиппа профукал смысле филиппа я профукал ты такая же его мать как я такой же его отец но профукал то ты тогда я не серии я не профукал филиппа он у нас был привязан чуть-чуть и спустя 20 серий вспомнила то что у нас филипп пропал удачу и герман пропало если не помнишь так герман это отдельная история но просто проходила по нашему поместью гуляя туда-сюда и поняла то что лиска ну совсем чахнет одна но совсем ей плохо ну давай пойдем приведем нового филиппа давай сделаем семью ей в конце концов я с тобой полностью над 94 процента соглашусь то что лиска у нас одинокая вот эта старая уже женщина ей нужен мужчина семью надо заводить но у нас есть проблема по глобальней катя не может быть глобальной проблемы чем лиза есть глобальные проблемы пошли за мной счастье покажу ты-то коменты подписчиков можете не читаешь а может читаешь я не знаю но я то читаю у нас в городе есть одна семья наших детей которая больше всех обделена больше всех забыто про которую мы забыли практически самого начала сезона выживания и подписчики до сих пор мне пишут в коментах что мол эдисон построить и им уже нормальный дом а то они живут в настоящем бомжатники а можно догадаться кто это пчелом что ли да нормальный у них дом то при чем здесь пчелы я не прочел говорю про другого про других я говорю и сюда посмотри на богом майнкрафта забыту вот эту семью ты посмотри где они живут ну в загончике живут на в целом-то нормально ты же понимаешь что этот загон проклятый мы построили наверное в первых пяти сериях выживания и они до сих пор здесь у всех других людей уже есть ну в смысле животных есть нормальные дома ну кроме наших коров это вроде моя морис ларис антуанет или как ее там звали а здесь то вообще у нас изначально черепахи плодились помнишь вот именно раньше здесь у нас были черепахи а сейчас вот это нургамед мухаммед хаби и ахмед живут до сих пор уже 140 серии выживания и никак отсюда не могут выбраться не дело катя совсем неуважительные отношениях нашим детям и что ты предлагаешь сейчас я предлагаю то же самое что и подписчики построить им нормальный человеческий дом для лам человеческий дом для лому жилом unterstützen там клала мячий дом для человеков пою предлагаю тебе построить я за пошли чтобы этого нужно я всегда готова я всегда готова я всегда готова я всегда готова я того нужно совсем ничего всего лишь 9000 саков песка и выбрать зону где мы будем строить этот дом Поэтому, Катюшка-бульдозер, лопату в руки и потопали в пустыню. Собирай манатки и потопала. А у меня даже для этого случая есть своя лопата. Прикинь, не твоя, не чужая, а своя. Всё, погнали. Я тут побуду Катюшкой-бульдозером немножко. Только ты меня спаси, хорошо? Тут мистер Криперы ходят, а я песочек-то покопаю, покопаю. Спаси, что ты там стоишь? Ну ты копай, песочек, копай, потому что нам столько стаков нужно, ты себе даже не представляешь. Учитывая то, что ламы как бы песочные у нас, животные вот эти, да? То надо им построить песочный, естественно, домик. Поэтому копай, Катя, столько, сколько сможешь до полного твоего инвентаря. Давай, Катюшка-бульдозер. Пока лопата не сломается, я буду копать. А можно быстрее немного? Ты офигел? Два, раз, четыре, восемь, два, два, восемь, шестьдесят девять, один, тридцать. Как, 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 да фига у меня этих стаков песка? У тебя сколько? Примерно 15 где-то. О, нормально. В принципе, это должно хватить. Там надо сначала гладкий песчаник сделать, потом вот это влажный песчаник сделать, потом сухой песчаник сделать, потом пеленый песчаник сделать. Все песчаники надо сделать, чтобы у наших детей Нурганг, Мухаммед, вот это все, крутой дом был. Это же просто песок, какая разница, какой он пеленый, влажный, мокрый, шершавый. Кладкий красивый, сухой некрасивый. Нам только красивые песчаники нужны. Ну и сам и будешь делать, я не буду делать. Без проблем. О, молодой человек. Как у вас тут делишки, ребятишечки? Остановись! Твоих рук дело, ты до сих пор его не сняла, бедный голем. Надо заняться этим будет на днях. И волков у них тоже вытащить. Но не сейчас, сейчас у нас другие планы. Слушай, Кать, а ты, кстати, знала то, что бывают еще коричневые ламы? А ты вдруг знала то, что если на каждую ламу надевать различные цвета ковров, то они будут выглядеть совершенно по-другому? У нас там есть лама Крипер, лама Эндермен, можно сделать ламу Разбойника или еще кого-то. Вот. Подожди, ну у нас, по-моему, только такие беленькие ламы песочного цвета. Я хочу коричневую ламу. Да, я еще и коричневая лама, только коричневая лама вроде находится в горах, мы потом за ней можем сходить, если вдруг хочешь. Обязательно сходим. Слушай, подожди. Ага. Так получается, я могу красить им их ковры или нет? Кого? Я могу красить в своем дизайнерском доме им ковры. Ну да, можно красить ковры, ковры на лам надевать, они будут по-разному выглядеть. Почему до сих пор это не запущено в мое производство? Это же такой бизнес, мы теряем деньги. Ну, кстати, да, ну ладно, я тебе потом это объясню, ты там сделай, иди туда в этот резак и сделай пеленый песчаник, а я пойду сделаю заготовку для нашего дома, потому что он будет находиться здесь. Я тебе что, столяр, что ли, или кто? Что, я не буду ничего пилить, я не умею. Иди пили! Как это делается-то вообще? Пилой! Так, раз, два, три, четыре, пять. А вот здесь раз, два, три, четыре, вроде восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там вход будет, ты туда не строй, что ты хотя бы спрашивай, что ты делаешь, не? Ну я, я, Катюшка-помощница, я тоже хочу. Ты, Катюшка-помощница, но помогаешь ты не там, где надо, Катюшка-помощница. Ну, в принципе, как всегда. В принципе, как всегда. Да, да, короче, вот смотри, Катюшка-помощница, здесь у нас будет вход, у нас прям такой песочный замок будет. Сходи домой и притащи тропические деревья. Вот, они нам нужны будут. И терракоту тоже притащи, хорошо? Тирамису. Какой терракоту притащи? Ну, почти одно и то же, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, давай, только быстро. Ну и где я буду сейчас эту терракоту искать? Может быть, в этом сундуке, или вот в этом сундуке, или может быть, вот в этом сундуке, или мог быть, вот в этом сундуке, или вот в этом? нет никакой терракоты нет а тирамису здесь тоже не то и где мне ту тиракоту искать смотри вот у меня так блоков вот этих я сейчас пойду и построю эту стенку потому что я могу потому что я строитель можно вот так вот так вот так правильно ну да ну да но не 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 вот тут ты ты сюда не уходи ты вот эту вот стенку вот здесь-то застраивай вот так. А, вот так, вот, всё, я поняла, на один блок. Да нет, не сюда, а вот-вот прямо вот так хорошую стенку сделай. Хорошая стенка получается, слушай, вот, и всё. А тут тоже надо? Не-не-не, там не надо. Ну и всё, и всё, и осталось ещё примерно 7-8 таких же стенок надо застроить, и всё. А можно я буду стенки застраивать? Мне понравилось. Хорошо, ты тогда стенка делом будешь, а мне выбросить тропические деревья, чтобы я здесь сделал заборчики, то здесь у нас будут жить внутри ламы. Так, а тебе полтора стака хватит? Выбрасывай всё, что есть, давай. Всё, я пошла стенка строить. Всё, давай, ты стенка строишь, давай. Надеюсь, не напортачу, потому что, если что, придётся всё сносить. Пердак, 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 ты там стенка строишь или не стенка строишь? Я стенка достроишь, между прочим. О, ты уже стенка достроила, вот здесь надо установить заборчики, вот так с каждой стороны у нас будет по две ламы. Вот так. И вот эту стенку, которая здесь находится, тоже ее полностью засраивай. О, а вы уже здесь? Добрый день, молодой человек. Проходите, сейчас я вам представлю новый объект в нашем городе. Это постройка нового 2020 года по проекту Эдисон и Катюшка Бульдозер. Здесь у нас стены из гладкого песочка, забор из вот какого-то дерева, я не помню, как оно называется, но это не важно. Тропического, тропического. Пофиг. Так, здесь у нас будут загончики номер один, загончики номер два, ламочки здесь прекрасно расположатся, располагутся, располагинятся, неважно. Вот, ну и последнее наше действие будет здесь, наверное, пол. Будешь мне помогать пол делать, а? Ну ты давай тогда здесь все засраивай песком, а я здесь сделаю вот такой вот заборчик, чтобы наши ламы могли выходить на улицу и тоже гулять. Слушай, Кать, мне прям очень нравится, как у нас все это получается, а? Мне нравится, в принципе, все, что мы делаем. Ну так, кстати, красиво, а архитекторы все же как архитекторы, вот, и вот такой у нас будет заборчик, нормальный или пошире его сделать, как думаешь? А я думаешь, вижу, что ты там делаешь? А, ну тогда без разницы, тогда делаю так, как мне захочется, ага. Я, Катюшка, полостроитель. У меня проблема. Какая? А как я в забор-то зайду, как я там пол поменяю? Кого? Как я пол тебе поменяю за забором? Чё? Эй, ладно, разберусь. Ну и, конечно, самый важный момент в любом доме, это свет. Ведь свет это уют, а уют это свет. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так, короче. Тут расставим. Нет, ну нет, ну ты shift зажми на люк, нажми, вот тогда ты сможешь на него повесить. А, это чё, реально, что ли? Ну да, я же не зря вот сюда люки просто так развесил. О, нифига, вот эта система. Ты чё, не знала до сих пор? Конечно нет, ты же мне не учишь ничего. Ну да, 130 серий выживания коту под хвост. Катя до сих пор ничего не научилась делать, да? Так, 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 тихо, тихо, последний. Свет, это, говорю, уют, вот, вот так. Ооо, а сейчас давай назад отойдём, вот сюда, и ты посмотри, какая я потапа. Нет, алло, так, смотри. А прямо сейчас тогда собираем манатки, топаем за коричневой ламой, одеваем её в какой-то фиолетовый вот этот коврик и называем каким-то именем... Как её можно назвать? Нургамихабиб? Жасмин. Кстати, действительно будет первая девочка у нас в коллективе. Жасмин. Ну тогда, Катя, иди на горы, которые возле джунглей. Я сгоняю за поводком и встречаемся с тобой там. Угу, хорошо, горы, которые в джунгли. Да, джунгли, которые в горах. Всё правильно, Катя. Откуда я знаю, где это? Они там, ищи, сердце подскажет. У-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А вот как раз таки, это коричневая или... Подожди, где я видел коричневых, я не помню. Это коричневая или не коричневая? Я вижу коричневую. А где ты? Корову. А, нет, нам корова коричневая не нужна, нам лама. Вижу! Я тоже вижу, их там целых три, и жасминки. Их там целых четыре, или даже пять, их там пять, Кать, передо мной прям сейчас стоят. Забираем всю семью. С ума сошла, у нас дома четыре, и вот эти хламы, куда ещё пять, у нас только мест нету. Всё, Кать, одну забираем, тихонечко подходим, тихонечко её приручаем, давай ты приручишь. Девушка-девушка будет приручать. Так, подожди, 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 нет, мы забираем одну ламу тогда и вот эту чёрную чики-бомбони. Ну зачем нам чики-бомбони? Иди забирай просто ламу, ну пожалуйста! Ну дай поводок тогда, что ли? Держи! Всё, сначала сядь на неё, чтобы она к тебе привыкла. А чё, ей приручать надо, что ли? Да, да, давай. Да нет, давай просто вот так вот. Ай! Ай! И так, заберём. Вот так. Ой, ой, покатилась куда-то. А сейчас тихонечко уводи Жасмин из семьи и давай за мной потопала в эту сторону. Ты смотри, за ней ещё брат вот этот потопал, брат вот, гульжумус, гульжумус, Жасмин и гульжумус. Может это Алладин? Ты сегодня просто гений, какой гульжумус? Его Алладин зовут, никакой не гульжумус. Всё, веди их сюда давай! Арабская ночь! Давай, давай. Ой, сейчас, конечно, 10 километров домой топать. Ну ладно, мы скоро там окажемся. Давай. А может у них ковёр-самолёт есть? Ковёр-самолёт? А может у них ещё мартышка есть? Как мартышку звали? Абу. Любезная Жасмин, добро пожаловать в наш, конечно, не песчаный замок, но такой, какой есть. Проходите в наш парк, новопостроенный, свеженький. Вот только сегодня закончил делать вот эти фонари. И Алладина мы, походу, потеряли, да, Кать? Алладин отстал где-то на полпути. Вообще не хочет даже бороться за свою Жасмин. Ничего, ничего. Там и Нургамед, там и Мухамед, там и вот... Вся семья тебя ждёт сюда. Тащи тогда, подожди. Жасмин будет первая, которую мы сюда затащим, получается, да? Получается так, девушкам вперёд. Давайте, заходи, заходи туда внутрь, проходите, молодая женщина-лама, проходите. И давай тогда вот туда затаскивай её. Пусть сама выберет, куда ей идти. Жасмин, выбирайте. Всё в вашем распоряжении, все койки, все места. Заходите, куда хотите. А сейчас пошли за всей остальной семьёй, давай. Подожди, подожди, она идёт, она идёт, она идёт. Она выбрала вон ту дальнюю. Жасмин. Ну всё, я её пошла вот сюда, отведу. Так. Давайте, давайте, давайте по одному, а можно все сразу. Так, распределяемся, распределяемся, надо закрыть, чтобы они обратно не выбежали. Ииии. Побежали, сразу напали на Жасмин, ты посмотри. Не-не-не-не-не-не-не, это так не работает. Сначала её надо приручить, потом залезть и букву Е нажать, инвентарь открыть и туда запинюхать ковёр. Чё так сложно-то? Ща разберёмся. Так, Е нажимаем. Почему ничего не нажимается? Ну потому что она не приручена ещё, давай ещё раз. Сердечки пошли? Ещё не пошли. Ай, ты, Жасмин, вредина какая. Во! Пошли, сердечки, надевай розовый. Ты что, она как будто глазурованный, глазурированный вот этот пончик выглядит. Точно, ты донат, ты донат. Слушай, я тебе предлагаю тогда всех вам словить и разные ковры на них понадевать. Да чё, я даже не знал то, что был розовый такой красивый. Ну всё, всех розовым, конечно, сейчас сделаю. Пацаны! Не, 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 под пацанов розовыми точно не надо делать шухер, пацаны, она с ума сошла. Всё, Кать, давай, выбегай отсюда. Я хочу ещё зелёный, синий, хочу ещё какой-нибудь, хочу ещё вот такой, синий, фиолетовый, фиолетовый. Да, у нас салам столько нет, чтобы все эти цвета, всё, успокойся. Ну, значит, я ещё новых вам приведу. А может, хватит, у нас и так пять есть, подписчики не горели новых вам, они просто горели дом новый построить, вот и всё. Псс, подписчики, напишите, чтобы мы ещё новых вам приточнили. Псс, псс, лучше не пишите, а то я и так не помню имена всех наших детей, а так, если будут ещё пару лам, тогда точно никого помнить не буду. Псс, пишите. Псс, подписывайтесь. Не путешопами. Арабская ночь. Это чё-то там день. Ещё вечер и утро. И чё-то ещё. Ля-ля-ля-ля-ля. Субтитры сделал DimaTorzok